Известному блогеру, как его называли еще полгода назад, Алексею Навальному, за его якобы хищение якобы кировского якобы леса дали условный срок вместо реального. Это событие взбудоражило нашу общественность, потому что непонятно, что думать. То ли наше правосудие пробудилось от 20-летней спячки, начало выносить хотя бы относительно справедливые приговоры. По нашим меркам, условный срок для человека, который ничего не сделал, это невероятное торжество справедливости, понятное дело. Ни за что у нас обычно дают лет пять. А теперь условно. Чудо какое. Либо это воля каких-то высших сил. Сам Навальный высказался в своем блоге вполне определенно. Это персональные решения Владимира Владимировича Путина. Не следует думать, что Навальный был неправ. Скорее всего, так оно и есть. Почему такое решение было принято? Потому что наша власть, не исключая всяких разных поворотов, очень любит делать из тех или иных неудобных политических фигур не столько мучеников, сколько затычки или пробки политического процесса. Например, Навальный в результате этого самого условного срока, между прочим, пятилетнего, плюс еще пять лет, пока не снимется судимость, не сможет участвовать в политической жизни России. Это как минимум. А если останутся нынешние, скажем так, правила, то и навсегда. С другой стороны, убрать его совсем из политической жизни не получится. И поэтому, например, второго Навального на том же месте уже не будет. Возможно, власти рассуждают так. А возможно, имеют в виду что-то другое. Но в любом случае они пытаются разыграть карту Алексея Навального. Вопрос, насколько Алексею Навальному удастся разыграть свою карту. Будем надеяться, что у него это получится. Продолжение следует...